Ремонтировать не нужно, а вот почистить необходимо. Волонтеры Иркутской области устроили генеральную уборку на Бугульдейском мраморном карьере. Это место уже много лет привлекает туристов, а вместе с отдыхающими появляются и тонны мусора. Его накопилось столько, что понадобилось сразу пять камазов, чтобы вывезти все. Ежедневно вывозят тонны скошенной травы с улицы Иркутска. И если свидетелями этой работы становятся далеко не все, то вот о том, как стригут газоны, знает едва ли не каждый. В том числе и наш корреспондент Евгений Шоев, который сегодня проснулся от очень узнаваемого звука летнего города. Здравствуй, человек. Как хорошо, что этот вопрос ты задал именно мне, искусственному интеллекту. Ведь о стрижке газонов я знаю совершенно все. Ты удивишься, но ответ на твой вопрос крайне простой. Если траву под окном не косить, она будет расти. А по правилам городского обустройства в Иркутске трава на газонах не может быть выше 15 сантиметров. Если будет больше, коммунальщиков оштрафуют. Ответить на этот вопрос мне поможет человек. Эту видеозапись я нашла на сервере одной из управляющих компаний Иркутска. Да нет, как такового определенного времени нету, работаем. Но стараемся сильно с утра не работать, потому что люди многие в отпусках, многие спят, чтобы не было недовольства среди граждан. В основном днем работаем. Рабочий день у дворника до 4 часов. Мои нейронные сети подсказывают мне, что если не косить траву, то в ней обязательно заведутся другие формы жизни. Такие как комары, мошка и даже клещи. Кроме того, в высокой траве можно наступить на побочные продукты собачьей жизнедеятельности. В официальных документах Всемирной Организации Здравоохранения такие случаи хранятся под грифом «небезопасно». Спасибо за внимание.